Рождество Твое, Христе Патре Можем, О Сияем Ее, Рождество Твое, Христе Патре Можем, Здравствуйте! Сие заповедую вам, да любите друг друга, одна из заповедей Божьих. Так называется наша телевизионная программа. Именно этими словами я и приветствую вас, дорогие телезрители. Да любите друг друга! Наша передача о православии и его традициях, о людях и их добрых делах. Надеемся, что наша программа станет вашей путеводной звездой в мире православия, на пути духовного просвещения и роста, в познании истории накопления духовности многими поколениями христиан нашего родного Сурского края. В 1765 году в Пензе был построен Покровский архиерейский собор. Величав и красив этот храм, ныне восстановленный, в нем чтут, хранят и приумножают добрые традиции. Сегодня мы начинаем цикл сюжетов об этой святыне Пензенского края. Благолепие и красота окружают каждого приходящего в Покровский архиерейский собор. Как многие святыни России, пережил он и годы расцвета, годы гонений и разрухи. Но сейчас с Божьей помощью храм восстановлен. Своеобразную экскурсию по храму провел для нас ключарь Покровского архиерейского собора протеерей Иоанн Еворский. Изначально на этом месте, на котором находится сейчас Покровский архиерейский собор, была построена стародрагунами деревянная церковь в честь Владимирской иконы Божьей Матери. И через определенное время, когда Пенза разрасталась, то есть многие жители здесь поселялись, возник и встал вопрос о том, чтобы расширить храм. Было принято решение эту деревянную церковь отсюда перенести в село Ребедевку, а на этом месте построить храм в честь Покрова Божьей Матери. Это произошло в 1765 году. Владыка Пахомий, тогда Пензенская епархия, еще относилась к Тамбовской епархии, она уходила в состав Тамбовской епархии. Как раз 1 октября, если не ошибаюсь, была закладка креста, и здесь началось строительство этого храма. Храм был построен в стиле барокко и является единственным сохранившимся в Пензе культовым зданием, выстроенным в этом стиле. Собор постоянно расстраивался, особенно в XIX веке. После революции мирный ход жизни Покровской церкви был нарушен. Она была закрыта в 1931 году, одновременно с большинством других пензенских церквей. Изъятие Покровской церкви произведено 1 октября и передано в УЗП, управлению зрелищных предприятий, в ведении которого также находились Кино-драмтеатр-цирк для организации кино. Покровская церковь была одной из первых, возвращенных церкви еще даже не российским, а советским государством. Впрочем, возвращать было почти нечего, и идея восстановления здания казалась тогда совершенно утопичной. Тем не менее, в 1998 году она была вновь открыта для посещения. Слава Богу, этот храм, возрожденный из руин, напоминает нам и о тех событиях благочестия, которые когда-то были в Пензе, когда люди жертвовали последнюю копеечку, чтобы создавать и строить такие величественные, прекрасные храмы. Но слава Богу, что все возвращается на круги своя, и сейчас благочестие возрождается, и трудами, и многих священнослужителей, а наипаче тех прихожан, тех богомольцев, которые любят Покровский архиерейский собор. Храм живет, храм возрождается. В настоящее время Покровский архиерейский собор имеет три престола. Летний храм, посвященный Покрову Божией Матери, два зимних предела, Владимирской иконы Божией Матери в честь преподобного Серафима Саровского. Есть административное здание, в котором располагается крестильня. При храме работают воскресные школы, имеется библиотека. С заботой о маленьких прихожанах построена детская площадка. С 2012 года действует епархиальная просфорная. Тем временем продолжим знакомство со святынями Покровской церкви. Одна из них – икона Владимирской Божией Матери. Была принесена Покровский архиерейский собор. Кто ее принес, я пока не могу вам сказать, в том, что нету здесь таких исторических фактов, но вот она у нас является такой самой первой иконой, которая возвратилась в нов возрождаемый и реставрируемый храм Покрова Божией Матери. И как раз она всегда постоянно здесь находится, в этом пределе. Этот предел посвящен Владимирской иконе Божией Матери. В аналоге с крестом. Этот крест был подарен преснопамятным Владыкой Серафимом Покровскому архиерейскому собору. Вы видите, что в кресте находится множество частиц святых угодников Божьих. То есть, у нас такая великая святыня, где тоже православные всегда приходят, здесь свечи зажигают, потому что это крест мощевик. Этот крест был подарен Владыкой Серафимом в 1998 году. Появление другой святыни связано с именем Владыки Филарета. В этом пределе, который посвящен Серафиму Саровскому, в этой колонне, трудами Владыки Филарета, когда он был на пензенской кафедре, он договорился с наместником Киево-Печерской лавры, где были отданы нашему храму много частиц киево-печерских чудотворцев. Здесь установлена рака с их мощами, и также наши боочестивые пензенцы, чтобы не ехать за тысячу километров, могут прийти в храм и помолиться к Киево-Печерским чудотворцам святыням. Икону преподобного Серафима Саровского, которая связана именно с пензенской землей, можно назвать Великой Святыней Покровской Церкви. Мы находимся тоже в пределе Серафима Саровскому, в котором висит вот эта икона преподобного Серафима Саровского. Если вы посмотрите на надпись, то она была написана еще к 1917 году от любящих жен и детей. В это время шли нестроения в России, шла война и готовилась к революции. И вот эта икона подтверждения той веры женщин и матерей, детей, которые молились в этом храме за своих мужей, и сыновей, которые участвовали в таком нестроении. И по сей день тоже она является любимой иконой всех, кто приходит в храм. Каким мы увидели Покровский архиерейский собор сегодня, это большая заслуга священнослужителей, прихожан, богомольцев, которые всем сердцем любят свой храм. Здесь сохраняется преемственность поколений. Примером тому может служить икона, написанная нашим современникам. Мы находимся тоже возле иконы, которые были написаны тоже по благословению Владики Филарета. Вы знаете, что у нас на юбилейном соборе в 2000 году много святых новомученику, исповеднику Пензенской были причислены к лику святых. И вот эта икона как раз, это собор новомученику, исповеднику Пензенских. Она написана, это первая икона, написана нашим художником Пензенским Шалаевым. Рассказанная сегодня о Покровском архиерейском соборе – небольшая толика его богатой истории. Думается, в наши дни храм является настоящим духовно-нравственным центром Пензенской земли. Подробнее об этом в последующих программах. Русская икона. Образы и символы. Это большой издательский проект федерального значения. С 18 декабря в нашем городе можно будет приобрести книги этой серии. В чем уникальность проекта и его актуальность в нашем специальном репортаже. Иконы, как и крест, сопровождают православного человека на протяжении всей жизни. Предобразами мы молимся, обращаясь к Господу, Богородице, Святым. А в современном мире икону определяют и как символ русской культуры. И с этим невозможно поспорить. Изучение огромного иконописного наследия позволит нам, россиянам, лучше узнать историю, культуру родной страны, а также сделать шаг на пути собственного воцерковления. Именно такие цели преследует просветительский проект под названием «Икона, как символ русской культуры». Кроме того, его реализация является, по нашему мнению, ярким примером социально-ответственного бизнеса. Уникальность этого проекта в первую очередь состоит в том, что для его создания объединились российский бизнес и представители музейного сообщества России. В итоге получилось, ну, на самом деле, уникальное издание, состоящее из 43 томов, которые рассказывают о русской иконе. Почему именно 43 тома? На самом деле это очень необычно, потому что мы привыкли к тому, что нумерация обычно идет цифрами. В этот же раз поставили в качестве нумерации буквы старославянского алфавита. Их, соответственно, 43, и по количеству букв выпускается 43 тома. Каждая книга посвящена одной теме – празднику или святому, которая освящается очень подробно и с исторической, и с иконографической, и с богословской точек зрения. Книга рассчитана на людей среднего возраста, скорее от 40 и старше, потому что к этому возрасту люди уже определились, чего они хотят от жизни, что их интересует больше всего, и они уже думают о душевном, о духовном, и именно им будет интересна эта книга. Книга, во-первых, очень качественно издана, она на хорошей бумаге, она в твердом переплете, и, скорее всего, она заинтересует молодых людей, которые занимаются искусством, изучают его в институтах, которые, допустим, учатся в художественных училищах, и они почерпнут там очень много интересного и по части истории, и по части техники русской иконописи. Если рассуждать об иконе глобально, то она стоит в одном ряду с величайшими достижениями человечества. Это наше, российское достояние, наша история, которая продолжается сегодня. Если мы говорим о древних цивилизациях, то каждой цивилизации или, допустим, каждой стране присуще какое-то направление. Например, у итальянцев это эпоха Возрождения, и такие мастера, как Леонардо да Винчи, Рафаэль. Если брать более древнюю, допустим, цивилизацию, Египет, это всемирно известные пирамиды. Когда говорят Россия, первое, что возникает в ассоциативном ряду, это матрешки. Но на самом деле русские люди намного глубже, они намного интереснее, намного более развитые. Русскую икону можно на самом деле назвать символом российской культуры. Над созданием серии иконы как символ русской культуры трудился огромный коллектив авторов, среди которых уважаемые историки, искусствоведы. Прежде всего, это люди верующие. А во-вторых, в большинстве своем посвятили жизнь изучению икон. Этим изданием авторы хотели бы привлечь людей к православию, к невероятно богатой нашей культуре, поскольку вся она пронизана христианством. Эта книга – настоящий художественный альбом. Во-первых, она издана на очень хорошей бумаге, в твердом переплете и рассказывает, опять же таки, не только о каких-то узконаправленных, специализированных, допустим, понятных только художникам вещах, но доступным языком. И в первую очередь при издании этой книги делался акцент на доступность. Рассказывает читателю о культуре, об искусстве, о православии. Проект «Русская икона. Символы и образы» федеральный. С 18 декабря к нему присоединяется и Пенза. Книги из этой серии можно будет приобрести в киосках и супермаркетах города, в которых продаются периодические издания. Новый том будет появляться в продаже еженедельно. Сейчас у меня в руках пятая книга цикла. Она вышла под буквой старославянского алфавита «Добро». И она посвящена Архангелу Михаилу, предводителю небесного воинства. Безусловно, подобные издания, как и все епархиальные проекты в сфере просвещения, нацелены прежде всего на воцерковление людей. Другим аспектом, как говорилось выше, является приобщение к русской культуре. Хочется верить, что книга найдет своего читателя. И по ее прочтении, по прочтении всех 43 томов, а как мы уже говорили, книги на самом деле доступны и по цене, и по приобретению, люди узнают много о российской культуре, об истории, о своих корнях. И искусство на самом деле станет более доступным. Потому что на самом деле обидно, что итальянскую Мону Лизу все мы знаем. Но, например, не все могут узнать, допустим, лик Владимирской Богоматери. В то же время во всем мире она знаменита настолько, что является символом американской компании «Айкон Продакшнс». И, в общем-то, это не совсем правильно, что на своей родине она известна менее, чем во всем мире. Поэтому эта книга откроет людям культуру, откроет людям музейные запасники, откроет людям на самом деле возможность прикоснуться к древнейшему искусству, к таинству иконописи. Икона – это святыня для каждого верующего человека. Обладая новым знанием, каждый из нас с большим пониманием будет находиться в церкви. А потому искреннее станет наша молитва пред ликами святых. В рубрике «Известия недели» мы расскажем о наиболее значимых событиях из жизни Пензенской митрополии. 13 декабря митрополит Пензенский Нижнеломовский Вениамин совершил божественную литургию в молитвенном доме в честь святого апостола Андрея Первозванного в Ленинском лесхозе. В этот день Русская Православная Церковь честит память святого апостола Андрея Первозванного, одного из 12 учеников Иисуса Христа. Андрей был самым первым из апостолов, последовавшим за Сыном Божиим, за что и получил прозвание Первозванный. Апостол Андрей проповедовал христианство в разных странах и за свою проповедническую деятельность был казнен на распятии в греческом городе Патре. Проповедь перед таинством причастия произнес Иерей Владимир Скоробогатов, который говорил о связи апостола Андрея с Древнерусской землей, о спасении души, а также напомнил верующим о главной составляющей духовной жизни – покаянии. Дорогие братья и сестры, в сегодняшний день мы с вами воспоминаем и празднуем память, наверное, самого близкого нам апостола, апостола Андрея Первозванного. Близким мы называем его потому, что по жребию ему досталось проповедовать в тех местах, которые окружают Черное море, и по преданию апостол Андрей дошел до города Киева, до Киевских холмов, где впоследствии был построен город Киев, и там водрузил крест Христов. Зачем же мы с вами входим в храм? Мы входим в храм прежде всего для того, чтобы обрести спасение. Вот когда мы с вами умрем, то многие из нас будут очень удивлены, когда нас не пустят в Царствие Божие. Мы удивимся, вроде же мы ходили всю жизнь в храм, а Царство Небесное нас не пускают. Почему? А с нас просят. Вы просили здоровья? Господь вам дал здоровье. Прожили на пять лет больше. Просили квартиру дочери? Господь дал эту квартиру. Просили работу сына? Господь отдал. О спасении вы просили, молились во своем спасении, стремились вы ко всему этому. Положили вы всю свою жизнь для того, чтобы обрести спасение и унаследовать жизнь вечеринку. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте начнем духовную жизнь с покаяния. Будем стараться исправляться, становиться лучше. По молитвам святого Андрея Первозвадного, память которого мы сегодня с вами совершаем. Аминь. С праздником. По окончании литургии к митрополиту Вениамину обратился настоятель храма протеерей Андрей Поляков. Отец-настоятель поблагодарил его высокопреосвященство за совершение божественной литургии и выразил надежду на то, что по молитвам владыки Вениамина люди будут приходить в храм и укрепляться в вере православной. К верующим с архипастерским словом обратился митрополит Вениамин, который поздравил прихожан с престольным праздником и призвал их любить свой храм. В субботу 14 декабря митрополит Пензенский Нижнеломовский Вениамин возглавил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. По окончании всеночного бдения к прихожанам обратился митрополит Вениамин. В своей проповеди его высокопреосвященство говорил о необходимости победить самого себя, победить греховную сущность, избавиться от зависти, от привязанности к роскоши, от вещизма. Ведь мы тогда богаты, когда имеем Господа в своем сердце. Имея Господа в сердце, мы богаты духом. И вот сейчас, когда под катком, против веры, как каток асфальтный катит, против нашей веры, против церкви, против Христа, это силы безбожия, силы антихриста. И вот эти силы стараются разрушить наш единственный мир в сердце, мир Божий, и отвести нас от Бога. Так восстанем, восстанем духовно, восстанем всем сердцем от сна, и пойдем к Богу, и победим в первую очередь свою греховную сущность, и соединим себя с Богом от ныне и до века. Аминь. Спросит о вас. В воскресенье 15 декабря митрополит Пензенский Нижнеломовский Вениамин возглавил божественную литургию в Никольском храме микрорайона Ахуне. Перед святым причастием проповедь произнес протеерей Иоанн Еворский. Отец Иоанн напомнил верующим евангельскую притчу о богатом юноше, вопрошавшем у Иисуса Христа, как обрести жизнь вечную. Ответ «если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах», ему не понравился, и юноша отошел с печалью. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, призываю вас, чтобы мы вознесли свои усердные и посильные молитвы ко престолу Вседержителя и молили Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он умудрял нас, чтобы Он даровал нам здравие духовное и телесное и помогал нам в Боге богатеть. Аминь. С архипастерским словом ко всем обратился митрополит Вениамин. Его Высокопреосвященство в своей проповеди говорил о рождественском посте, который готовит нас к величайшему событию – Рождеству Христову. Сегодня я бы хотел сказать о посте. Мы живем в Риме поста, поста рождественского. Для чего же у нас пост? Почему? Перед важными событиями мы совершаем какой-то период времени и отдаем особой молитве и посту. Пост – это то состояние Духа, которое дается нам как очистилище от грехов, от душевной скверны, от зависти, от всего того, что мы называем состояние греха. Владыка напомнил евангельское событие о дарах, принесенных волхвами младенцу Иисусу – золото, ладан и мира. А наши дары Господу – молитва, пост и покаяние. Что же мы можем принести рожденному? Чистую душу, чистое сердце. А как мы можем это получить? Как мы можем очистить свою душу, чтобы она была чиста? Через покаяние, через пост, через исповедь. И мы можем измениться и стать другими. И вот наша жизнь чистая, негреховная, будет подобна тем дарам волхвов, которые принесли к Христу. Очень приятно, что к этому Рождеству, с Афона, эти дары будут принесены в Москву, потом они побывают на Украине и в Белоруссии. И, возможно, кто-то из наших людей сможет тоже приложиться к таким великим святыням, святыням, которые были даны для нас, а не святыни, а тогда дары волхвову, спасителю, рожденному в Вифлееме. Мы надеемся, что сегодняшний выпуск программы Пензенской митрополии «Долюбите друг друга» обогатил ваше мировосприятие и наполнил духовную жизнь. Мы искренне желаем вам добра и радости. Долюбите друг друга! Не забывайте о посещении храма. На следующей неделе, 25 декабря, Православная Церковь празднует память святителя Спиридона, епископа Тремифунского. 28 декабря – празднование всех крымских святых. На этом я прощаюсь с вами. Долюбите друг друга! До встречи через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok